Приветствую вас. Полагаю, вы говорите про грубые нарушения личных границ ваших границ, в том числе ваших интимных личных границ. Я полагаю, что речь про это в данном случае, и я полагаю также, что именно это вам сложнее и тяжелее всего. То есть, вот именно то, что ваши личные границы оказались вот грубо нарушены, собственно, по факту чужими людьми, да, совершенно. Вот. То есть, проблематика. Проблематика вот она такая. И, соответственно, личные границы здесь нужно стараться восстановить, да, то есть, все равно стараться восстанавливать. Вот. И, соответственно, если вы личные границы восстановите, то и проблема уйдет и перестанет вас беспокоить. Ну, наверное, для начала нужно прожить те травмирующие моменты, которые у вас, собственно говоря, связаны с... Ну, вот, не данным опытом, а... Про который вы говорите. Вот. И, соответственно, когда и если вы это сделаете, когда и если вы... Проговорите, провоживете эти чувства свои, то ситуация по итогу, конечно, будет для вас несколько лучше, ситуация по итогу для вас будет несколько комфортнее, вы сможете уже что-то более адекватно делать. Сейчас по понятным причинам у вас этого не получается и не может получиться, потому что вы травмированы. То есть здесь, в первую очередь, работа с травмой. С травмой можно и нужно только прожить. Просто хочу, чтобы вы несколько лучше, может быть, поняли, что вы же здесь по факту не раскрываете то, что это был за неудачный опыт. В чем он был неудачный, ведь вы сейчас такой осилик. Я также думаю, что, скорее всего, вы изначально не хотели с этим связываться. Я так думал. Вот. И если вы изначально этого не хотели, то вероятно, вы себя заставили ради своего нужда. Да? Вот. И... Вы сделали это через силу. Вот. То есть вы перещакнули через себя, да, ради него. При этом принесли в жертву, получается, по факту, свои интересы. Вот. И здесь очень важным моментом является то, собственно говоря, как так вышло, как так получилось, что вы это сделали. Как получилось, что вы принесли в жертву себя ради мужа. Вот. То есть ничего удивительного нет в том, что вам сейчас тяжело. Потому что принесли в жертву, отдачи не получили. Вот. Муж, ко всему прочему, ещё, скорее всего, считают, что всё в порядке. Вот. То есть... Ну. Не относится к этому так, как вы. То есть да, вы, конечно, разговариваете всё безусловно. Вот. То есть ну. Вы можете поговорить с ним. Вот. Ну. Как бы толку от этого нет. Стоп. Потому что вы не чувствуете, что человека как-то вот вам, скажем так, эмпотировать. Вот. Вот. Вот, собственно, в чём здесь проблема. Проблема в том, что вы принесли свои интересы в жертву ради своего мужа. Вот. И получается так, что жертву ради мужа принесли, жертву ради мужа совершили, а удачи никакой не произошло, к сожалению. Вот. И, соответственно, из-за этого вам сейчас вы чувствуете себя использованы, брошены, обижены на мужа, преданы и так далее. Вот. А сексуальные эксперименты... Возможны. То есть я не хочу, чтобы думать, что нет, нельзя. Можно. Это не запрет. Но можно только если вы уверены, если вы хотите это, если вы готовы на это. Если вам хочется, в этом случае вот. А вот в таком случае, когда вы это делаете явно через силу, в таком случае, когда вы это делаете. Явно как-то вот через не хочу, да. Ну вот в таком случае тут, конечно, это уже не эксперимент. Вот. Такая вот история. Поэтому, по сути, мы сейчас можем говорить с вами, ну, о том, что вы вот травмированы. И, по сути, мы, ну, по сути, сейчас нам с вами можно говорить о том, что вам необходимо вот как раз травму прошивать. Своей. Про вас есть. Вот. Дальше уже смотреть. Мне также показалось, что вы пытаетесь вывести себя из этого состояния. То есть вы требуете от себя того, чтобы, ну, требуете от себя из этого состояния выйти. Вот. И именно, что требуете от себя это. То есть вы не говорите себе, что окей, как я могу себе помочь в этой ситуации, да. Вот. А, именно. Вот. Говорит, что он не нужно вытащиться без этого состояния. Вот. Не подразумевая при этом то, что это состояние значит. Потому что, ну, как бы, вот в этом состоянии есть основания. Вот. Есть причины и, мне кажется, нехорошо отмахиваться от этого. Вот. Вот. А именно это мне кажется выделать. То есть требуете от себя в этом состоянии не быть. Несмотря на то, что это состояние, оно есть, оно существует и вы отказываетесь его просто его признать. А также вы говорите, что поговорили с мужем на эту тему, да. Что вот вы, ну, что вы отказывали с ним. А я вам опять же верю. Вот. В том, что, ну, вы с ним действительно отказывали. Вот. Но только здесь на самом деле в том, насколько доверительны между вами отношения. Насколько доверительны между вами гримадик. Вот. Также, конечно, интерес представляет то, что он для вас противен, как вы говорите. Да. То есть тут. Да. Да. Как бы. Ну. Это защита. Может быть. То, что вы описываете, да. Это может быть какое-то беспокойство. Ну, вот. Это может быть ощущение предательства с его стороны. То есть потому, что вы чувствуете. А, значит. А, у того, что вы чувствуете, есть. А, у того, что вы чувствуете, есть. Слее с ним. Вот. Вот. И, ээээ. Форезренно нужно, 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 эээээ. Смотреть. Смотреть на то. А, все мета чувствуем, свертно. И уже, я их им. Работать. В общем. В общем. В общем. Вдалом. Вот. Такая вот, в принципе, важная составляющая здесь, ну, если мы говорим, то, как вам можно помочь, да? Я также, в принципе, должен согласиться с коллегой Светланы, которая говорит о том, что нужна терапия, как вам, так и вашему мужу. Вот. Я тоже должен с этим сектором согласиться, потому что терапия. Терапия действительно нужна. Вот. Вопрос в том, хотите ли вы ее? Ну, то есть, хотите ли вы заниматься терапией? Вот. Вот то, что я хочу вам сказать. Отвечаю вам на вопросы. Давай. Вот. Ну, наверное, на этом можно закончить мой ответ. Сейчас мы перечипаем еще раз. Так, поговорили, решили, что эта схема нас зеленая, то есть, попробовали забыть. А, ну, опять же, вы говорите, попробовали забыть, да? Мы, именно, попробовали забыть. Но, тут, забыть-то невозможно. Вот. Воспоминания-то никуда не денутся. Вот. Поэтому забыть нельзя. Изменить отношения, ну, да, изменить отношения при условии, если вам этого хочется. Вот. Так что, тут у вас, как видите, тоже изначально некорректно поставленный вопрос. Вот. Ну, надеюсь, в любом случае, что вы все же поставите вопрос корректно и не будете забывать, а наоборот, будете снова и снова проговаривать то, что вас волнует. Например. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Сами вы себя из этого состояния вывести не сможете, потому что волны находятся в области своего состояния. Я так думаю, что в том числе в области обиды на мужа. Вот. Ну, тут только помощь со стороны. Вот. Ну, там все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам удачи. И. Всего вам самого доброго. Вам и вашего мужа. А я искренне надеюсь, что вы сможете решить этот вопрос и сохранить свои отношения. Субтитры создавал DimaTorzok